Депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин провел рабочую встречу с директором Ненецкой телерадио-овещательной компании и руководителем телеканала «Россия-1» Рейнмар Владимиром Томиловым. Стороны обсудили процесс перехода на так называемую цифру. О том, когда в Ненецком округе будет полностью прекращено аналоговое вещание, расскажет моя коллега Александра Литкова. В Ненецком округе аналоговое вещание практически не используется. Большая часть населения региона перешла на Триколор-ТВ. Телеканал «Север» перешел на спутниковое вещание еще в 2015 году. Телеканал «Россия-1» Рейнмар в прошлом году вошел в первый мультиплекс и параллельно ведет аналоговое вещание. Оно продлится до 3 июня 2019 года, поскольку Ненецкий округ попал в последнюю стадию прекращения аналогового вещания в стране. Кроме того, телеканал в этом году увеличит объем вещания. Мы взяли программные 40 минут в субботу, чтобы показывать программы. То есть я сейчас делаю таким образом, что программы телеканала «Север», которые не входят в первый мультиплекс, и пока это невозможно, он не войдет туда, мы можем показывать на каналах ГТРК «Мультиплекс». То есть, по сути, мы покрыты полностью эфирным вещанием. Мы совмещаем программы «Заполярье», допустим, выходит на севере, программы «Заполярье» выходит на «Заполярье», и, соответственно, вся аудитория абсолютно видит весь наш контент. В свою очередь, Сергей Коткин отметил, что по данным Министерства связи, около 90% жителей России перешли на цифровое телевидение. Думаю, что в июне жители Ненецко-автономного округа в полной мере учтят качество цифрового телевидения. И будем надеяться, что у нас в округе этот процесс пройдет безболезненно. Если будут какие-то проблемы, просьба тогда информировать. Потому что я еще раз повторюсь, что на законодательном уровне, на федеральном уровне мы обеспечили в целом те регионы, те населенные пункты, и то небольшое количество жителей России, которые не попадают, они в обязательном порядке должны быть обеспечены. Вот здесь очень важно, чтобы по округу у нас таких людей, таких жителей не было. Для социально незащищенных слоев населения в регионе действует программа по бесплатному предоставлению цифровых приставок. На конец прошлого года их получило более 100 человек. Всего этой льготой могут воспользоваться около 500 человек.